Друзья, всем привет! Давайте сегодня поговорим про доллар. У нас уже официальный курс превысил значение 97 рублей. Что такое официальный курс? У нас, в принципе, уже рынком вообще не определяется курс национальной валюты, но имеется в виду национальной валюты к доллару, к евро. То есть, это через кросс-курс определяется, через юань. Возникает вопрос, что будет дальше, будет он расти, как он будет определяться, хорошо это или плохо, и что вообще сделать в такой ситуации. Я неоднократно говорил, что на курс рубля, в первую очередь, без разницы, каким валютам, к доллару, к евро, к юаню значительное влияние имеет торговый баланс. По сути, баланс между тем, сколько Россия продает и сколько Россия завозит, покупает. Плюс, в России есть такая специфика, у нас есть некие элементы так называемого демпфера, когда происходят резкие скачки волатильности, по каким-либо причинам, санкционным, политическим, экономическим, ценовым шоком, когда цены на основной экспорт российские начинают падать, был до недавнего времени демпфирующий механизм, который как бы сглаживал негативные последствия, если вдруг начинался резкий курс или резкое падение, но обычно резкий рост курса доллара. Был центральный банк, у центрального банка были золотовалютные резервы, которые использовались центральным банком с тем, что в случае, если возникает большое желание, например, у населения купить валюту, у экспортеров купить валюту, у других компаний импортеров купить валюту. Центральный банк приходил, говорит, ребята, сколько вам нужно долларов? Столько? Держите. Сейчас этот механизм перестал действовать, то есть введены санкции, у центрального банка этот механизм, по сути, из рук выбили. Сейчас ценообразование на доллар, ну, на самом деле, непрозрачно, непонятно, то есть центральный банк у нас определяет курс. В большинстве своем за ориентир берется курс юаня, рубль и юань торгуются, есть рыночный курс, и через кросс-курс, через курс юаня к доллару и рубля к юаню определяется, какой примерно расчетный курс может быть у рубля и доллара. Это второе, что нужно понимать. Первое, мы сказали про то, что торговый баланс. Второе, соответственно, спрос на валюту. Третье, вытекает из первых двух. Я об этом говорил, что когда у нас произошло наложение санкций на московскую биржу НКЦ, когда, по сути, прекратилась возможность на рынке покупать валюту, как и до этого в 2022 году, мы увидели, что начинает рваться логистическая цепочка расчетов. То есть импортеры, это компании, которые закупают импортные товары за рубежом и привозят эти импортные товары в России и в России их продают, они получают свою выручку в рублях и им эти рубли нужно конвертировать в валюту, то есть эту валюту где-то взять. Экспортеры наши ресурсы продают, валюту получают, валюта приходит, а импортеры это купить не могут. И получается, что импортеры начинают меньше завозить товаров, потому что они не могут купить валюту и за эту валюту не могут произвести расчеты. Начинается время, необходимое для того, чтобы выстроить новую цепочку финансово- логистическую для того, чтобы это непосредственно пошло. Мы получаем, что со стороны импортеров резко падает спрос на валюту, то есть валюту никто не покупает, валюта никому не нужна. А у экспортеров она есть. Если раньше была задержка в один-полтора месяца, с момента продажи экспортных товаров до момента прихода валюты на территорию России и возможности продажи, тут она увеличилась с полутора месяцев до двух-трех месяцев. Но это стабильные потоки, которые приходят, то есть им нужно продавать, им зарплату нужно платить, налоги нужно платить, дивиденды нужно платить, все это нужно делать в рублях, они продают. Импортеров нет. Мы получаем классический закон спроса и предложения. Предложение валюты увеличивается, цена рубля увеличивается, цена доллара снижается, и мы говорим, рубль начинает укрепляться. Рубль укрепляется по причине того, что импортеры не закупают необходимое количество долларов у экспортеров. Как только налаживается цепочка, то есть в 2022 году на то, чтобы наладить цепочки, потребовалось восемь месяцев. И мы это видели, то есть сначала падение к августу 2022 года доллара до 55 рублей, и потом в течение 6-8 месяцев восстановление снова в район 95-100 рублей. Здесь тоже было ожидаемо, что, скорее всего, примерно по такому же сценарию пойдем. Кратковременно будет укрепление рубля, но потом будет стабилизация. Говорить о том, что мы пойдем выше, ну то есть там 110-120, термогеносчики говорят 150-200 будет. Если курс будет 120, у нас весь импорт подорожает на 30%. Если сюда еще наложить логистические составляющие, затраты на транспортировку, доставку, рост налоговой нагрузки, то у нас получается вообще импорт может вырасти в цене на 40-50%. И это не вопрос, что импорт вырастет из-за того, что много желающих купить импортные товары. Импорт вырастет, потому что вырастут издержки. Увеличение инфляции издержек, с ней очень сложно бороться. С ней можно бороться только ростом производительности труда. Как я это вижу, это прекрасно понимает центральный банк, это понимает финансовый блок правительства, это понимает экономический блок правительства. Самое простое, на самом деле, когда в России дефицит бюджета, когда нужно финансировать спецоперацию, когда нужно платить высокие заработные платы, самое простое, что ты можешь сделать, девальвировать рубли. То есть просто продавать бочку нефти не по курсу 95-97, а продавать по курсу 150. По 200 вообще бы шикарно было. Вы посмотрели этот ролик, да? Или послушали армагеддонщика какого-нибудь. Пришли к выводу о том, что если курс доллара будет 120, весь импорт вырастет в цене там на 50%. Если курс будет 200, весь импорт вырастет в цене раза в 3-4. Что вы в этом случае будете делать? Вы посмотрите на свой банковский класс с доходностью 20% и скажете, ты зачем мне это надо? Лучше я пойду-ка и куплю что-нибудь. Этот ход будет делать абсолютное большинство людей. Вот в этом видео мы как раз-таки говорили про инфляцию и говорили, насколько инфляционные ожидания населения влияют на инфляцию. Получается, что сейчас частично дефицит бюджета закрывается ростом курса доллара. Говорить о том, что курс доллара прям значительно вырастет в цене, я бы не стал. В среднем рубль ослабевает к доллару где-то на 4,2% в год. Это статистика за последние 20 лет. Вот примерно этой тенденции будет придерживаться. Сейчас сбалансированность бюджета находится при уровне 90 долларов. Курс выше позволяет дополнительно сверхдоходы получать. Их понятно, куда можно направить. Средний курс по итогам 2024 года, я думаю, это будет цена где-то в районе 90. Водок 90, соответственно, прикрутите в среднем, там от 4 до 6%. В волатильности может составлять еще порядка 5%. Вот мы получаем, что диапазон на 2025 год из 100 рублей за доллар. Что делать в такой ситуации? Во-первых, это понимать. Во-вторых, если вы переживаете и считаете, что все-таки курс доллара будет более высоким. Здесь хорошая защита компании-экспортеры 1, компании-золото-добытчики 2. В принципе, покупка золота как физическая покупка, так и покупка через фонды, которые инвестируют в золото в рамках российской инфраструктуры 3. Замещающие облигации российских компаний 4, которые сейчас там можно найти доходность в районе 8-9% в хороших качественных выпусках. Друзья, вот эти вот способы, которые перечислены, в настоящий момент я вижу одними из основных инструментов защиты от валютных рисков. Я их использую как в своем собственном инвестиционном портфеле, так и в инвестиционных портфелях своих собственных детей. О чем я рассказал на бесплатном мастер-классе, ссылка на него находится в описании к данному видео, проходите, смотрите. Там как раз-таки я говорю о том, как я смотрю на российский фондовый рынок, каковы я вижу его перспективы в следующие 10 лет, стоит или не стоит его покупать. Это абсолютно бесплатно, проходите, смотрите. А теперь давайте рассчитаем кросс-курс, сколько должен стоить 1 доллар через юань. 1 юань – это 13,69 руб. 1 доллар – это получается 7,08 юаней. 13,69 умножаем на 7,08, получаем 96,92. В то время как официальный курс центрального банка составляет 96,94 руб. Это расчетный курс. Нужно понимать, что если ты за юаней будешь покупать доллар, доллар ты будешь покупать дороже. И поэтому, если посмотреть торгуемый курс, то есть котировки, которые показываются на бирже, биржевые торги определяют курс доллара сейчас 97,45. То есть как раз-таки получаются вот эти 50 копеек – это как раз есть разница затрат и спредов на покупку сначала за рубли юаней, за юаней долларов. Почему считаю важным данный ролик записать? Я сторонник того, и то, что я вижу, то, что я сейчас наблюдаю, это просто сейчас резкие действия предпринимать не будут. История, которая работала с нулевых годов, по сути, в России, как и в Саудовской Аравии, Насим Тали про нее пишет, в антихрупкости, он говорит, что вот Саудовская Аравия не является антихрупкой. То есть у нее любые проблемы, они вентиль прикручивают, говорят, ребят, мы нефти будем продавать меньше. Цена на нефть выросла, все, они спокойно продают по высокой цене. Надо пополнить бюджет, чуть-чуть вентиль открутили, побольше нефти продали, подороже. Механизм добычи нефти в России не такой, как в Саудовской Аравии, технологически. То есть у нас невозможно закрутить, открутить вентиль, у нас если пробурили скважину, то ты добываешь и продаешь. Но у нас есть валютный курс. Есть проблема, цена на нефть стала низкая, мы взяли чуть-чуть, девальвировали рубль, то есть сделали курс чуть-чуть повыше. Все достаточно хорошо, все замечательно, можно немножко укрепить. Для этого были определенные инструменты. Сейчас это постепенно тоже механизм теряется из-за тех проблем, которые есть, в первую очередь санкционных. И приходится управлять уже через другие механизмы. Решение любых проблем с дефицитом бюджетом, с дополнительным финансированием, исключительно путем девальвации рубля, сейчас уже невозможно. И сейчас это понимает и центральный банк, и экономический блок, и то, что мы наблюдаем в настоящий момент, когда у нас повышаются налоги, а налоги для предприятий с одной стороны повышаются, с другой стороны понижаются, если они занимаются инновациями, если они занимаются развитием, если они занимаются инфраструктурой, если они занимаются замещением технологий, для них как раз таки стимулирование идет. То есть вы можете платить меньше налогов. То есть кнут и пряник призваны к тому, чтобы повысить производительность труда. Потому что если ты девальвируешь рубли, у тебя увеличивается инфляция издержек, и ничего ты с этим не сделаешь. А с инфляцией издержек, как я уже говорил, бороться очень и очень сложно. Мне приятно видеть и наблюдать, что осознание тому есть, и что сейчас злоупотреблением, валютным курсом, укреплением доллара, укреплением евро, укреплением юаня, этим не злоупотребляют. Да, полностью отказаться от этого невозможно, но с другой стороны использование этого механизма возможно только в каких-то критических ситуациях. Друзья, самую актуальную информацию я оставляю у себя в телеграм-канале. Ссылка на него находится в описании к видео. Проходите, регистрируйтесь и будьте оперативно в курсе того, что происходит. Спасибо, что посмотрели. Лайк за видео, оставьте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Для меня они полезны. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.